holo amigas наверно ни одна игра не упоминалось в комментариях под видео и в группе чаще чем фир я в нее сам не играл это несомненный несомненный плюс и все-таки спустя хрен знает полгода наверное решил все-таки сейчас тут ее заценить говорят игра очень страшная что это шутер игра меня уже напугала потому что после установки я обнаружил на рабочем столе а 6 ярлыков в одном из них нашел настройки зашел настроил себе изображение 1920 на 1080 запустилась игра и я прихренел от этой картинки оказалось что просто-напросто настройки ни хрена не сохранились но полез в настройки снова поставил разрешение сейчас картинка стал более-менее приемлемая надеюсь что будет так и дальше а еще пугает меня фпс в левом верхнем углу который пока с бандиком у меня сейчас 3680 кадров в секунду походу ух гипноз блин так ладно начинаем индивидуальная игра новая игра боец ветеран так повышает точность стрельбы огневая мощь противников региона ценителем жанра очень высокая точность новичок боец средняя точность любая в жопу не хочу я не хочу чтобы не доверяю я этим старым играм не хочу выкручивать сложность в 2002 году составе вооруженных сил сша было сформировано секретное подразделение для борьбы с паранормальными угрозами сэр она была названа федеральная единая агрессив федеральная единица агрессивного реагирования сокращенно фир фир а вот оно что фир сиерра интертеймент представляет игру монолит продакшнс не пустим к монолиту или как там кричали эти с монолитовцы ну графика не так уж и плохая хочу сказать что то на уровне дума 3 может быть и выше а вот для тех времен то вообще шикарно я ожидал гораздо худшего можно даже убрать со стола перекись водорода и ватные диски которыми я собирался затыкать крылья кровотечение из глаз так кто-то шлепает босыми ногами по полу убей всех говорит с главным героем разговаривает тот же самый голос что и со мной в моей голове постоянно вот едешь так бывает переполненном метро и такой на ушко тебе убей всех кто-нибудь занял единственное последнее место свободное убей ее нахуй так такое торжественное начало игры прям сразу пишет кто создал то придумал главный герой какой-то жирненький правда вот на экране его растянуло вширь на hd на hd экран а это что такое за какой боже мой какой был брутальный охранник видели эту квадратную челюсть мне жаль даже что он умер так бесславный быстро эти американские очки это американская стрижка смотрите американские солдаты реально в помещении сидят в очках потому что красивый понт дороже жизни его где враги сэр я не знаю боец наверно потому что в очках сэр давайте их снимем сэр никак нет эти очки часть твоей формы таких очков много но эти очки твои где твоя жвачка боец почему ты не жуешь о боже они охраняют какого то каннибала который жрет доктора чё то я нихера не понял сейчас еще вампиры вас стали или чё случилось то хоть эпизод 01 простите за беспокойство сенатор проблемы с источником давненько не слышал русской речи бунт фэтл перехватил управление прототипами господи пока еще можно все исправить без лишнего шума но время уходит ну ладно я понял мне нужно кое-кому позвонить очень много черного экрана пока что боже какие все толстые он ключ ко всему устранив его мы получим контроль над ситуацией проголодался гад похоже он не просто питается он действует по плану и у него есть цель набить себе брюхо откуда он взялся из лаборатории армахем технологии делали секретный проект для армии солдаты клоны подчиненные командиру телепата фэтл был одним из таких командиров но это же не серьезно нам никто не поверит солдаты клоны он телепатией заставил их себя охранять батальон и что мы будем делать с тысячей супер солдат ничего как я уже говорил нам достаточно устранить фэтл одним из основных требований программы была безопасность командиров о я уже играю он управляет ими на расстоянии значит у нас есть шанс захватить его в одиночку как мы его найдем в армахемии ему в голову вшили передатчик который выведет нас прямо к нему и то слава богу по крайней мере я на это надеюсь ну что приятель готов поработать что ты собираешься отправить его ты спятил он у нас всего неделю вы видели что он вытворял на тренировке у него фантастическая реакция да мне то что это тебе решать верно подмечено на какой тренировке ха 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 вы че облягоните каковы твои первые воспоминания темно я вижу свет я вылезаю из вагины вот точно смотри куда вы его дели ты станешь богом а вы нас мозга господи может постреляем уже о какой у нас какая у нас магнитола спутниковая разведка ничего не выявила но это не значит что можно расслабляться я вижу свои плечи готов жду сигнала окей начали координатор фирроуди беттерс установил что пакстон фэттл находится в заброшенном здании в районе оберн по данным поступившим со спутника ганнибал 3 признака в жопу давай поехали но прежде чем мы начнем играть в это галтелый шутан я хочу настроить чувствительность мышки потому что это как обычно это просто мандец какой-то я не знаю что за сглаживание сглаживание мыши я пытаюсь еще на мышки попутно настраивать все ни хера что это такое удар удар ударом или выстрелом выстрелом ну выстрелом я думаю расчищать вау прицел на шифт как это круто господи в жизни не видел ничего удобнее что такое включилось ой слоумоушен понятно ну да в играх того времени это было модной херней вставлять слоумоушен везде мне кажется что моду на это на это ввел макс пейн либо бладрейн ни хера как эта дверь открылась ноу хао новое слово эй парень где тебе носило столько лет сколько лет где тебя носил а ты шурьянковский эй олег сука ушел как будто фонарик снизу светит ждем появления страсти страсти мордастей где тут какие то хорроры должны были быть интересно реально этот афир страшнее чем doom 3 что ли о божечки умри нахуй за русь блять зачем я здесь выходи поборемся какие то дети плачут что то хлопается очень страшно погоди могу погодить могу погадить могу погадить как скажешь найти уничтожить пакстона спецназ погоди я замедлился что то ты ты родился здесь в этом месте это тот самый голос из метро 2030 а это голос монолита о боже он еще жив умри как не можно выключить слоу мув заебало джин быстрее сюда похоже мы опоздали я кого то видел я кого то видел это птица пытается скрыться от нас ну где этот пакстон блин если он такой крутой где его солдаты где он сам это какой то симулятор бега с пистолетом а блять пидорас вот это было внезапно вообще-то я в него три пули всадил это меню это память сука я вот сейчас реально не ожидал он реально реально был внезапно я думал что я ближайшие полчаса никого еще не встречу или хотя бы встречу но будет какая-то перестрелка а тут сразу доской приголубили по улыбальнику что-то мутный какой-то этот пакстон посолаква чё посолаква д это фамилия посолаква это что мои пули такие дыры оставили нет нет не мои а тут можно как-то спринтануть нет вероятно нельзя я хочу сказать что интерьер тут довольно какой то скудный везде пусто просто пустые комнаты пустые коридоры нигде ничего нет да нашел доской по лицу я немного задержусь ну я хотел посмотреть как у него там с пломбами во рту и наместили у него гланды ну давай тушусь тушусь а это роды роды я думал кто то просраться не может не могу тебя забыть не могу тебя забыть не могу тебя забыть а а вы заметили что черный командует кучи белых я думаю что эта миссия обречена на провал то есть то есть толерантность сквозит уже видите с 2005 года в играх фильмах то есть негр стоит командует белыми и отправляет их в расход а я понимаю что даже в белоснежке должен быть черный гном но почему у нас нет ни одного черного солдата по теху блять да что что там о себе возомнили эти американцы неужто они на войну действительно бегут с криками начнем по теху начнем дискотеку танцы блять я дал ему в пачку блин прикладом и у меня немножко зависло блять что это конечно ты не видишь блять что они открылись мудак ебало завали я стараюсь что за спецназ такой бестолковый а это как тут присесть то на управление мой взгляд шеврак конечно и чё что-то не подсказывает что ворота открываются ни хрена не тут а фонарик еще и не вечный да ёпта о боже они убили каранского а это работяга какой-то странно он к нему подходишь он вытягивается отходишь он с и размер ноги у него 85 как минимум но я нашел как открыть ворота и видимо отлично возвращайся ну классная классная миссия сходи туда сделай что нибудь потом вернись что их уже убили пока я шел что это же спецназ лучший лучших сэр их какая-то тёлка порвала ни хера сяна их обглодала на скорую руку что-то на экране появилось и погасло тут же понятно спецназ сделал раз два три шага и умер потрясающе классно родина вас не забудет молодцы пацаны но там кто-то стреляет походу они просто командир гражданский уничтожили на нахуй будь здоров ёпта ха 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 нервы нужно подкрепление да ты с ума сошёл нихуя ты косой круто крутость этих перестрелок зашкаливает куда уж там думу третьему то с приземленицем братан ничего тут ничего тут ничего там тоже ни хрена о открылась открылась за тем чтобы я знал что и здесь ни хрена нет зря они не сделали стабилизацию камеры при ходьбе по лестнице зачем мне показывать что я наступаю на ступеньки аптечка чтобы использовать вещь нажмите за но я пока здоров как был используя аптечек не очень-то не грозит так мне наверно сюда до дверка из сохранение контрольной точки в этой исторической игре такой долгий какую-то команду на бегу мне предлагали отдать не знаю зачем ничего каким-то тут командовать еще и так пойдет враги умирают я бы движусь вперед меня устраивает что контакт сообщение что одноклассники контакт видимо хоррор бывает один раз за за уровень потрясающе как он говорит он умер только что да это вам не контр-страйк это намного легче шикарно я чувствую себя джоном рэмбо он покончил с собой серьезно он покончил с собой еще с одним человеком ой шутник но у меня брони кончился хочу заметить надо найти где-то новые новые я же не могу его снять с трупа там дырявые игра вообще про перестрелку или про маски линг чем постоянно эти кресла крутятся как галимая у него пушка была теперь у меня два пистолета о-о-о-о ковбой хаггис всегда в седле мазафака граната как его бросать я не понимаю что написано на экране ага грант развивается при контакте с чем с чем то в какой странный позе он стоит на нах так чё тут сообщение о сообщения кстати можно слушаю слушаю что у вас там за шум такой ужасный деньги делим братан чёт блять из бухгалтерии нет графика не времен третьего думаю графика времен халфы по моему граната конечно по царски вдома жила а почему почему фонарик блять не сделать бесконечным зачем он зачем он временный почему аптечкой автоматом не подбираются неужели кто думает что я мимо пройду о пулемет ёптель наконец-то и каску взял каска дает 35 брони шикардос гуляем кто где мой гранат ёптель из этой херни даже не прицелиться что непонятно не можно прицелиться но этот прицел он просто разброс уменьшает а ну экран приближает немножко олд скул олд скул о что это у него какой-то автомат крутой что ли это было это было вот это у него было а это то что у меня уже и так есть в режиме ускорения вы двигаетесь за предельной скоростью ну попробуем ну попробуем а красота ой закончилась друг ты не хочешь сдохнуть немножечко гурт да косость их стрельбы предсадат запредельная О, догадался присесть. Не ожидал, не ожидал. Умер умным. Типа, где патрон-то? Чё из них ничего не падает? Подвалё. Ну, ёбаные лаги. Да чё ж так, блядь, загрузка-то зависает. О! Кто здесь? Кто здесь? Чё это такое? Непонятно. Сейчас у меня замедление не расходуется, что-то прикольное. Вроде я включил замедление, это враги должны замедлиться, а не я. Пошли, жопа. Его всё равно не существует, как я понял. Если здесь какая-то карта, найти отряд Янковский какого-то. Карты нет. Кто здесь? Кто здесь? Усилитель немного увеличит максимальный запас здоровья. Шик. О! А вот отряд Янковского. Безвременно почивший. Да. Шик. Что-то мне подсказывает, что надо въёбывать от неё. Пули летят, как в матрице. Что это? А, я вылетел в окно. Ну, нормально катапульс работала. Снова ночь. Загрузович. Ну, я думаю, вы заметили, да, что смотрится эта игра совсем не весело. По-моему, очевидно, что её время вышло. Это играется она как примитивный шутер. Как хоррор она вообще практически не воспринимается. Мною, по крайней мере. Поэтому я не знаю. Я не знаю, когда вы просите, чтобы... Ну, предлагаете, чтобы я поиграл в какую-нибудь старую хренатень. Я не знаю, чего вы от меня ждёте. Что я там, не знаю, наколдую из неё и сделаю. Что-то шедеврально интересное, да, каким образом-то. Здесь сама игра. Посмотрите, блядь, тут все комнаты и коридоры просто одно и то же. По мне, так, Дум-3 намного страшнее, интереснее и играбельнее. Там зомби. Здесь единственный хоррор, я так понимаю, это когда резко мигает вот эта картинка где-нибудь ближе к концу уровня. Там какая-то морда что-то. Типа вот она мигнула, и я должен кирпичей наложить. Мой паукан закаливался в вулк власти. Мне уже такие хреньки вообще не страшат. Блин, может в припрыжку ходить быстрее, что-то главный герой долго бегает. Фонарик, фонарик сел, но я могла освещать себе дорогу выстрелами. Крыса, крыса. Тушканчик пробежал, вы видели? Еще кто-то помер. Пошла ты нахуй, где выход отсюда? Да, на контрольных точках игра люта лагает. Аптичка. Разгущеночки что, не хочешь зацепить? Интересно, там глубоко? Просто я в этой графике немножко не ориентируюсь. Вода обладает слишком отражающим эффектом. Я слишком... Я слишком не понимаю. Куда-то труп отплыл. Чувак, ты слышал? Тут где-то чужой. Инопланетянин-ксеноморф. Ну, вам же сказали, будьте бздительны. Почему вы не бздительны? Если бы вы бздели как следует, были бы живы сейчас. Нет. Понятно. Идем дальше, идем дальше. Пиу-пиу, пыщ-пыщ. О, броник. А как он в окно выпрыгнул? Я тоже хочу. Хуйня какая-то. Видимо, я не настолько крутой спецназовец, как он, чтобы... Что это у него было такое за дрым? Какой-то карабинчик, что ли? Нет, автомат написан. Сам-то противный. Хэдшот, я смотрю, в этой игре хэдшотом не считается, да? Ну, чё я, блядь, застрял-то? Так, это путь наверх. Очень хорошо. А что-то наверху там какая-то дорожка. Я должен забрать их пулеметы. Чтоб не было чем шмалять в их оставшихся в живых товарищей. Шлёп, шлёп. Ээээ. Наверное, разбивается, да? Хоп-хоп. Никого. Бам. Мне нравится бить стёкла в этой игре. Дымовая завеса. Кто тут смотрит в оба? Где вы? Куда иду? Чего иду? Я расстрелял. Блядь. Он выбежал прям через стену. Возможно, он был... Ответьте! Призрак. Чего, ответьте за базар? Так, забираем, забираем. Лутаем, лутаем. Чё тут, чё тут? Интересно, дробовик здесь есть? А, ни хрена здесь нет. Чё-то лёг так в позу какой-то проститутки. Смотрите, я ему отбиваю яйца. У него же, смотрите, даже у трупа руки подпрыгивают, когда он получает по шарам. Это рефлекс. То есть у мёртого человека нервная система, видимо, до сих пор работает. Не знаю. Здесь, знаете, для хоррора здесь недостаточно темно, на мой вкус. Лови. Лежу! Осторожно, кровата! Вы все под обстрелом, кому ты это сообщаешь? Своим глухим товарищам? Да. Но, собственно, как все шутеры того времени, игра чертовски залипательная. Ты идёшь, ты стреляешь весело, все дохнут. Ну, не очень, конечно, интересно, в отличие от Дума. Вот Дум, по-моему, он эталон вот того времени. Можете меня в чём угодно переубеждать, но никто Дум 3. Ни одна игра за 2005 год, или до него, или немножко после, не смогла Дум 3 переплюнуть. Он был просто шикарен. Вот он был действительно страшен. То, что, блядь, в первую очередь было ни хера не видно. Либо ты... Это уже поздний мод, когда можешь светить и стрелять одновременно. А когда я в него играл, выбор обстоял так. Либо ты, сука, светишь, либо ты стреляешь. Одинаковые абсолютно кабинеты, везде гранаты. Граната, броник и пушка лежат. Ну, не понимаю. Я всё слышу. Ой, у меня же мышка есть для шутера. У меня же мышка для шутера. Ну-ка, проверим. Вау. Это была лучшая попытка меня убить за всю игру. Да, мышка для шутера полная лажа. Как ты заебал даже, а? Просто дьявольская перестрелка. Невероятно, как я выжил. Сам не понимаю. Почему в этих доисторических шутерах, я не понимаю, вот постоянно бронежилет просто лежит и ждёт, когда ты его возьмёшь. Кто его здесь оставил? Зачем? Да, вот эти следы от пули, это пиздец. Как будто это танк обстреливал. А не я из этой пукалки, бля. Трищ, трищ, блядь, смотрите, это просто пиздец. Мне кажется, что если я постреляю чуть подольше, это дом рухнет нахер. Фасад-то я ему точно подмыл уже. Чё этот вампир перестал со мной разговаривать? Он меня больше не любит? Ну. Опять-то шаболда мелкая здесь ходит. Это, наверное, это Наталья или какой-лик? Татьяна из резьбы Revelation. Медвежонок. Чё, чё это хоть за объект-то? Где я хожу? Оу. Бульк. Оу. Вау. О, господи. Доктор, у вас тут утечка. Ха-ха, прикольно было. Забавный скелетик. Я правильно понимаю, что самый прикол этих игр это вот в этих вот флешбеках в альтернативную реальность, где куча крови, где какой-то хоррор. И он точно. Динков, тиши. В этом я уверен. Хотя сигналы датчиков выглядят необычно. И он где-то близко. Потому что сам шутер, он какой-то, ну, совсем деревянный. Как будто его наши делали. В девяностых годах. Мне кажется, было бы лучше, если бы эта игра состояла только из хоррора. Если бы шутеров не было, прям вот вообще бы прям не было. Проверка! У меня вон там беспалимый стоит. На нахуй. Ха-ха-ха. Сломая ему мониторы, он очнётся, а тут всё сломано. Ну, теперь-то я могу с него броник снять, интересно? Он что-нибудь видит сквозь свою маску? На нахуй. Вандализм, левел 80. Кто боится меня? Меня кто-то боится, сказал этот обморок. Конечно, я крут, силён, я сам себя боюсь иногда. Чё? О. Ты это же. Ещё круган, ещё круган. Я даже не понимаю, куда я иду в этой игре. Вот в Думе третьем было понятно. Ты идёшь. Какой фонарь. Метка кто-то гранату пил. Фейсбук! Фейсбук! Какое укрытие в бомбоубежище, что-то? Думаете, у вас какое-то укрытие от меня спасёт? Вы посмотрите, как я. Я даже не знаю, зачем в этом шутане ещё замедление времени. Они и так умирают просто, как мухи. Это, видимо, если ты включил суперсложность. Если ты включил суперсложность, то замедление сбалансирует игру. То есть, будет легко. А если не включал, то можно и без него, я вижу. Херачит. Не, херачит их подряд. Не знаю, правильный ли я иду. Кто-то, кто-то говорит. За медляшки я заметил, что автомат у него не подлетает. То есть, вернее, нету отдачи никакой. Здоровствуй, мальчик. Господи, как детей. Типа здесь по стелсу, наверное, надо было, да, проходить? Без фонаря. Как он подвисел. Вот эта пушка, кстати, круче намного. Она вообще без отдачи шмаляет. Постоянное увеличение скорости рефлексов персонажа. Это каких? Туда пока, видимо, никак. По данным полиции, сегодняшний взрыв на портовом складе является следственным производственным инцидентом. По данным полиции, сегодняшний взрыв на портовом складе является следствием распиздяйства. Это я, наверное, воду налил в той комнате, где не мог по мосту пройти. Пошел нахер. Да, действительно, вода налилась. Кто бы мог подумать. У меня такое ощущение, что я уже полигры прошел. Сон, укрытие! Вы потеряли отрыва перекличка. Первый. Все. Перекличка. Все равно мне кажется, что я уже полигры... Как-то что-то хотел сказать. А, про то, что это суперсолдаты, но я что-то в них ничего супер не вижу. Они какие-то уебки. Абсолютное днище. Мины какие-то. Нахуй мне ваши мины, блядь. Я их могу в рукопашную всех упиздевать. Если включу замедление. Которое у меня из-за дурацкого контрола на клавиатуре не сразу включилось. А вы потеряли троих. Ух ты, ублюдок, блядь. Да. Концентрация солдатов возрастает. А этот самый прошаренный. Я в контрстрайке таких знаю. Сидят, блядь. Я жду, когда ты придешь. Очень интересно. Вау. А вот спецназа есть, походу. Ох, не куясь, у тебя пукан крепкий. Пукан, что надо. Куда ему стрелять, в колени что-то? У него просто костюм самурая, блядь, какого-то. Я смотрю, там плечники такие, прям огонь. Новая пушка, аллилуйя, братья мои. Черт, похоже, эти гады уходят. Во всяком случае, со спутника выглядит именно так. А, вы еще со спутника наблюдаете? Слышали, да, он говорит, видно, что эти гады отходят, со спутника видно. А ты не мог бы со своего спутника сказать, ни за каким углом они меня ждут? Черт. Черт, чтобы я как бы в засаду не попадал-то. Нет, спутник нам, блядь, не до этого. Я вас путь покажу. Для того, чтобы сообщать тебе только бесполезную информацию. Хуя себе его пригвоздил. Гвоздомет у меня какой-то, походу, обалденный. Че за хуйня? Сука, говно. Хы. Крутота. Снова лагучее сохранение. Такие звуки, как будто за мной акула по этой воде гонится постоянно. О-о-о. Впервые, по-моему, я пошел не в ту сторону, да? Да ёб твою мать. Идем, ползем, куда хуй узнает. Где выход-то отсюда? Вот это вообще существует? По-прежнему непонятно, куда дальше идти. Такое чувство, что лично я отсюда пришел. А, ну да. А, главный герой не может здесь залезть, да? Не иначе-то как потому, что он конченый мудак. Че происходит? Я залип под водой и чуть не сдох там. А, я комнату вложил. О, да. И как мне туда попасть? В эту комнату? А можно слезть. Откуда-то, блядь, оттуда. Хуйня какая-то. Почему главный герой не может, блядь, залезть в такую... Просто сантиметр из воды. Просто руки протяни и все, и вылезай, блядь. Я не вижу, я не вижу никакой проблемы. Но эту проблему, сука, видит главный герой. А можно вместо пистолетов уже взять? Хм, можно. Я не вижу здесь лесенки, по которой я смог туда забраться. Ну и начинается... Та херня, которая рано или поздно начинается в любой игре, где нету карты. Вечный вопрос, куда идти, что там делать. Я все-таки настаиваю, что... Что, блядь, он должен был. Если он плавает, блядь, как дельфин прям. Да, нахуй. О, боже, ладно. На этом, пожалуй, закончу. Я надеюсь, вы поняли, что нет смысла... Let's play Fear, потому что эта игра безжалостно, безнадежно устарела. Никакого интереса в ней играть ее нет. Смотреть ее тем более. От хоррора, если он когда-то здесь и был, не осталось и следа. Либо, конечно же, он будет где-то впереди. И до туда еще дойти надо, да? Все, пиздец. Я пришел обратно. Ебал я в рот. Ненавижу, нахуй, игрок без карты. Говно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!